Ритера, погодь, не о тебе, не о тебе сегодня, не о тебе, всё, всё, не о тебе, не о тебе, всё, иди, 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 а сегодня вот об этом, да. Вот, это приехала от ветеринарного врача из Питера, вот, ей передали двух зайчат, она является волонтёром центра реабилитации Сирин, вот, вот, и она некоторое время выкармливала эти зайчат, потом отправила к нам, к сожалению, один зайчаток не дожил даже до момента перевозки, вот, второй вот доехал, но у него есть проблемы. Мы уже попытались покормить под лилит, я обязательно вам монтирую это видео, там же пример, почему зайчиха не кормит всех зайчат подряд, потому что, ну, она кормит только по времени, и чтобы покормить внепланово, приходится очень долго зайчиху уговаривать, вот. Малышка, малышка, почему малышка, это малыш, вроде как это малыш, там всё очень маленькое, я отвыкла, но вроде это малыш, вот. Малыш пока будет жить с малышкой Ретерой, ну, маленькая, потому что у него ещё есть проблема с терморегуляцией, он здоров, может, дали от него все анализы, ну, понятно, ехал от ветеринара, вот, полный спектр всякого разного. Мои хорошие, мы стерильные зайчата. Единственное, походу, мамка их скинула слишком рано, не доносила, вес был на момент нахождения меньше 100 грамм, что довольно показательно. Вот, зайчонок заторможенный во всех отношениях, да. Диареи нет, но маршина отёкшая, отёкшая, отёчная. Что такое? Ретера, позаботься, пожалуйста, об этом зайчонке, возможно, это твой будущий муж. Спасибо. Нет, зайчонки давай. В общем, они будут сидеть вместе. Ретера будет передавать свою хорошую микробиоту этому зайчонку. Релит будет передавать этому зайчонку своему микробиоту. Вот. И Ретера будет его греть холодными ночами. Ничего такого. Да? Просто вы будете езжаться в друг другу. Ну, а так как зайчонок плохо ещё присасывается к мамке, по причине того, что ему не очень хорошо, вот что видно, вот видите, эти подергивания. Да. Ой, проснулся. Он будет подкармливаться ещё и роялкой. Это та самая порошковая подушка. Витаминизированная. Пробиотическая. Называется Долой условно патогены. Так. Ретера, не грызи. Эту штучку сейчас посмотрим, как назовём. А, зайчонок, кстати, подобрали, потому что снега было 20 см, и потому что там вороны. На них напали вороны. Вороны на них напали. Вот так. Ой, ёлки-палка, я испугалась. Зайц вышел с переноски. Давай. 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 Удалось зафиксировать левит с помощью другого зайчонка. То есть, с помощью её зайчонка. Она перестала беситься и отгонять этого малыша. Не знаю, этот малыш умнее от этого не стал. И продолжает промахиваться. Малыш, там много свободных. Вот, молодец, присосался. Молодец. 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 И Лилит молодец Она подпустила зайчат не по времени Когда я только начала кормить Она бесилась Что, во-первых, какой-то странный зайчонок Не ее зайчонок, а зайчата старше И второе Время кормления еще не настало А под нее лезет малыш кушать И она пыталась его отгонять лапками Вообще, если говорить о малышке То если к зайчихе подходит зайчонок Не по времени кормления Малышка, например, хватает Зайчонка довольно агрессивно зубами И откидывает То есть реально ведет себя как злой хищник То же самое делают беляки чаще всего Лилит, к счастью, довольно нежная мать Это как белка, как джасти То есть она лояльно относится к тому Что зайчата подходят в любое время кушать Но это скорее исключение из правил Это один из моментов Почему я не берю и опровергаю этот миф О кормлении всех зайчат любыми зайчихами Который существует только в нашей стране Потому что Ну, он правда существует только в нашей стране А именно у нас, знаете, наименее изученные Даже наши работы, которые проводят наши биологи и ученые Публикуются чаще всего на английском языке И мы их с вами банально не читаем Вот Так Что-то у него не так Ох Лиз, спасибо тебе, да. Ты хорошая девочка, спасибо. Под горушком у неё, да, вот там шерсть слиняла. Только-только новая появляется. Это не лысое место, не переживайте. Почему оно так слиняло, я не очень поняла. Там всё чистенько. То есть ни корочек, ничего. Ну, ветеринар сегодня приедет к нам в гости. Видите, обязательно посмотрит. Видно, что там вроде как чешется, а никакого воспаления нет. Вообще ничего нет. Просто как будто вот, как они шерсть теряют. А вот снизу у неё вот этот грудак. Можно, конечно, и пощипать шерстку. Да, пощипать надо. Ты видела, как сардинка обалдела? Мне очень понравилось. Тебя тоже надо посмотреть. Она что-ли слиплась? Я не пойму. Зачем ты его под себя загнала? Зачем ты его под себя? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...